МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север. В студии Ольга Русл. Здравствуйте. 72 новых случая заболевания COVID-19 выявили у жителей Нарьинмара и поселка Искателей. Из них 12 у детей. В регионе стартовало первенство Ненинского округа по волейболу среди общеобразовательных организаций. В рамках проекта волейбол в школу-победители представят регион в Карелии. 30 лет поварского искусства. Как зародился талант вкусно готовить? Расскажем далее. 72 новых случая заболевания COVID-19 выявили у жителей Нарьинмара и поселка Искателей. В числе заболевших 12 детей. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 подтвержденными результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 731 человек. Еще у одного пациента коронавирус подтвержден результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находится 732 человека. Из них стационарное лечение получает 37 человек. Амбулаторное – 695. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 6461 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 5560 человек. За прошедшие сутки 98. В регионе зарегистрировано 93 летальных исхода от коронавируса. Обстановка тем, что у нас идет распространение активное по населенным пунктам. То есть если в первое время мы видели прирост только за счет города Наринмара, теперь у нас прирост за счет населенных пунктов округа. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный во время еженедельного заседания штаба по коронавирусу отметил, что необходимо обратить внимание профильного департамента на обеспечение окружных медицинских учреждений и аптек необходимыми лекарствами и тестами на определение вируса. Сегодня мы можем оперативно провести диагностику на предмет заболевания коронавирусом. Неважно где, каратайки, уськари, оми, пиоши. Есть ли тест-системы, которые позволяют врачам, медикам оперативно определить, человек просто болеет урви или это все-таки коронавирус? В свою очередь руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Леви, заверила главу региона, что села обеспечены всем необходимым. Лекарственные препараты имеются в аптеках населенных пунктов Ненецкого автономного округа. Препаратов и изделия незначения медицинской организации в достаточном количестве. Для амбулаторных пациентов также препараты есть. Кроме того, у нас аптечная сеть получила для розничной продажи очередную партию противовирусных препаратов. И сельский населенный пункт у нас получили как противовирусные препараты, так и средства для диагностики новой коронавирусной пункты. Напоминаем, в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий, постановление главного государственного санитарного врача по Ненецкому автономному округу об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Ольга Русул, Алексей Орлов, Телеканал «Север». Сдай макулатуру, спаси дерево, сдай батарейку, сохрани природу. Центры природопользования и охраны окружающей среды Ненецкого округа предлагают принять участие в экологических акциях по сбору вторичного сырья. Напомним, все элементы питания, в том числе и самые компактные, относятся ко второму классу опасности отходов и крайне опасны для окружающей среды и человека. Если выбросить батарейки вместе с коммунальными отходами, они будут загрязнять окружающую среду более 30 лет, а разлагаться до 100 лет. Ущерб, понесенный неправильной утилизацией батареек, приходится ликвидировать десятилетиями. Для дальнейшей утилизации и вторичной переработки принимается различная макулатура, которая должна быть связана либо упакована в мешки или коробки. А также батарейки собраны в сухие пятилитровые пластиковые бутылки с крышкой для удобства дальнейшей транспортировки. Принять участие в акциях могут жители и организации города и округа. Макулатура принимается в связанном виде, либо в коробках и мешках, а батарейки принимаются в пятилитровых бутылках. Принять участие в акции можно с 28 февраля по 11 марта. По адресу город Нарьинмар, улица Первомайская, дом 3А. В детско-юношеском центре «Лидер» состоялись первые в Нарьинмаре соревнования по настольным играм. Общество людей с ограниченными возможностями опробовало новые игры, приобретенные на средства гранта и при поддержке спонсоров. Подробности в материале Катрины Тайбарей. Время, которое вы сегодня здесь проведете, я надеюсь, что вы отсюда уйдете, сказал спасибо друг другу. Пятничное утро членов общества инвалидов началось с турнира по джаколе, шафлборду, хорнхолу и кульбуте. Настольные игры – это народов мира. Они сейчас имеют популярность во всех регионах, где есть организации инвалидов. И также они пользуются популярностью на всех выездных соревнованиях. Андрей Кузнецов уже активно проявил себя в регионе и выступал на соревнованиях за его пределами. Мы представляли наш округ и в Карелии, и в республике Коми, и в Крыму. Последний раз мы ездили в Тывкар. У нас различные соревнования были, в том числе и у нас настольные игры проходят. Для людей с ограниченными возможностями особенно важно оставаться в общественном социуме и принимать участие в различных мероприятиях. Спортом уже где-то лет 7-8 примерно занимаюсь. Я активно люблю принимать участие в различных соревнованиях, чтобы интерес был и какое-то разнообразие. Не скучать дома, а что-то делать в жизни, чем-то увлекаться. Поэтому я пришел и поучаствовать в соревнованиях. Джакола поиграл. Это игра, которая 400 лет из Германии пришла к нам сюда, в Россию. Вот я с ней три партии набрал определенное количество очков. Сейчас вот буду в других соревнованиях принимать участие. Общество инвалидов регулярно проводит подобные мероприятия. Их главная цель – интересно провести время и пообщаться. Все годы я тоже участвую. Ну, будем стараться, что и не забоевать. У меня уже так-то забоевано много медалей, но уже есть и пенсионные, есть и вот по настольным играм. Ну, я-то хожу каждый раз, когда проходят, если не в больнице. Бывает, что пропускаешь, когда в больнице. Но я уже в течение восьми лет хожу. В сегодняшнем турнире по настольным играм приняло участие порядка 40 человек. Для помощи в приведении мероприятия были привлечены волонтеры. Катрина Тайбарей, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В регионе стартовало первенство Ненецкого округа по волейболу среди общеобразовательных организаций. В рамках проекта «Волейбол в школу». В соревнованиях примут участие 27 команд. По итогам игр определят победителя и призеров. Наталья Дуркина продолжит тему. Свисток, подача, мяч в игре. На поле встретились две женские команды первой и пятой школ. Девчонки настроены серьезно. Каждый розыгрыш отточен до мелочей. Счет на табло шел практически вровень. Всего на несколько очков отстала команда первой школы. Первый матч завершился победой команды пятой школы. После завершения игры – разбор ошибок. Мы были не собраны. Мы стояли. Мы просто могли стоять. Очень много было ошибок на приеме. В прошлом году мы заняли второе место. Сейчас у нас нет тех игроков, которые в прошлом году были. Но тогда была более сильная команда. Несмотря на проигрыш, девочки собираются отыграться. Впереди еще неделя соревнований. Каждый день новые команды. Самая сильная команда, которая будет играть в нашей категории – это третья школа. Потому что они там все занимаются волейболом. Ну, в принципе, каждый соперник сильный. И нельзя говорить, что кто-то сильнее, кто-то слабее. Все равны. Надо каждого уважать. И у каждого есть шанс победить. Нельзя сказать, что они сильнее. А вдруг мы победим. Может, мы самые сильные. Кто знает. Конечно, самые сильные. Мы будем бороться за победу. Всего в соревнованиях примут участие 27 команд. Это спортсмены школ города, поселков Искателей и Красного. Участники школ остальных населенных пунктов в турнире не принимают участие в связи с эпид-обстановкой. Мы готовились к соревнованиям. Как обычно, часть ребят у нас занимается. Кто-то в лидере, у Ивановича девочки, у Алексея занимается. Кто-то в норде занимается. Мы еще играем, чтобы общая команда у нас сложилась. Занимаемся в школе, у нас есть тренировки. Ну и таким образом уже выходим на соревнования. Во дворце спорта «Анорд» состоялось открытие первенства Ненецкого округа по волейболу среди общеобразовательных организаций в рамках проекта «Волейбол в школу». В соревнованиях у нас, получается, проводятся по двум возрастным группам. Старшая возрастная группа 2005-2006 года рождения и младшая возрастная группа 2007-2008 года рождения. Получается, все игры в группах по круговой системе, в отличие от младших девушек, у них получается 8 команд, и они поделены на две группы и играют в группах по кругу, затем по системе крест определяют победителя. По итогам наших соревнований команда победителей среди юношей и девушек в младшей возрастной группе будет представлять наш округ на всероссийских соревнованиях «Серебряный мяч» в городе Петрозаводске со 2 по 5 апреля этого года. Напомню, в прошлом году победители младшей возрастной группы представляли наш округ на соревнованиях «Вологде» и «Петрозаводске». Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Есть такая профессия. Так будет называться новая рубрика нашей программы. Сегодня мы расскажем о поваре, который уже 30 лет служит в школьной столовой, и преподавателе, который учит поварскому делу студентов. Профессия повара одна из наиболее востребованных в мире. Знакомьтесь, Марина Ружникова. Она уже более 30 лет работает поваром в школьной столовой, а начала готовить на профессиональной основе, можно сказать, случайно. Просто после школы пошла в училище, думала побыстрее начать работать, деньги зарабатывать, и попала сюда. Вот. Сразу после училища сюда пришла, и как бы ничего другого не хочу, мне кажется, это мое. Через Марину Анатольевну прошло уже не одно поколение ребят. Повар признается, еще в начале своего профессионального пути ей понравилось готовить именно для детей, смотреть на их довольные лица и быстро опустошенные тарелки. Еще нравится, что детей кормить. Вот это. С учителями общаться очень приятно. Чистые тарелки, пустые тарелки. Самое главное, да. Ну и благодарность, просто улыбки детей. Даже самое обычное блюдо Марина Анатольевна готовит с душой, а значит, очень вкусно. За годы работы женщина изучила, что дети любят кушать больше всего. Дети любят запеканки, мои дети. Запеканки. Они полюбили в садике морковные котлеты. Вот тоже морковные котлеты дома тоже люблю. А так обычные. Макароны по-флотски любят. Ничего такого. Как отмечают коллеги по цеху, Марина Ружникова не просто готовит для детей, но и проводит воспитательную работу. И дает наставление школьникам, что очень важно. Ко всем детям, которые учатся в школе, она относится вот ровно как к своим детям. Кого надо, какой-то момент настанет, похвалить. Если какие-то безобразники, где-то их пожурить немножко, где-то пододвинуть, чтобы в правильную колею они вошли. В общем, это все по-семейному, по-домашнему, от всего сердца, от души. Сейчас у Марины Ружниковой за плечами уже достаточно большой поварской опыт. Есть и свои приметы. Вилка или нож, да, обязательно. Если вилка упала, значит злая тетка придет. А если нож, то хороший гость. Блюдо, приготовленное в школьной столовой, ребятам нравится. Хотя, казалось бы, ничего замысловатого в меню нет. Вот мне нравится, когда нам делают макароны с мясом и с морковкой, нарезанной маленькой. Это очень хорошо. А мне нравится сосиска с макаронами. В Наринмаре получить профессию повара можно в двух учебных заведениях. Одно из них – Немецкое профессиональное училище. А зам кулинарии студентов здесь обучает Светлана Чупрова. За плечами педагога более 25 лет стажа. Благодаря чему наставник хорошо знает все нюансы и способы приготовления, как ресторанового меню, так и школьного. В питании школьников, в питании, допустим, в нашей образовательной организации, да, у нас практически такие блюда, которые востребованы именно в детском питании. Рестораны, кафе, они обладают огромным ассортиментом минимума. У них огромное меню, где помимо простых блюд, может быть, наряду блюда какие-то изыскиные, региональные, национальные кухни. Большое количество, допустим, морепродуктов, что мы, например, не можем в рационе питания школы использовать, да. Третья курсницу Элону Заболотную всегда интересовал процесс готовки. Недолго думая, после окончания девятого класса она поступила в Нинецкое профессиональное училище, где стала изучать кулинарное дело. Мы изучали сначала, у нас были специальные методы МДК, изучали товароведение, была калькуляция, рассчитывали продукты. В дальнейшем мы пошли на практику предприятия. Я была в кочевнике, предлагали штатное рабочее место. И как-то мне это все понравилось. И сейчас у нас спецпредметы и практика. Как правило, студенты питаются лапшой быстрого приготовления и племенями. Это, скорее всего, миф. Студенты Нинецкого профессионального училища готовят и питаются вкусными блюдами, причем с интересной подачей. Мне в целом нравится заниматься этим. Я люблю готовить, люблю, как обустроено блюдо, можно так сказать. И просто хочу, чтобы люди были довольны моей подачей блюда и то, как оно выглядит. В России кулинария как наука начала развиваться в 18 веке. Это было связано с распространением предприятий питания. На сегодняшний день вкусная сфера продолжает развиваться. На рынке труда становится все больше профессионалов разных уровней, которые готовы радовать людей кулинарными изысками. Василий Хатензейский, Владислав Носкин, Антон Водряков. Телеканал Север. Служить Отечеству не только по призыву, но и по призванию. В управлении Росгвардии по Нинецкому округу все чаще звонят молодые люди, вернувшиеся из армии. Вчерашних призывников интересуют условия социальной гарантии контрактной службы. Тему продолжит Наталья Дуркина. Леонардо Быстрецкий в наш северный регион приехал из Мурманска. Три года назад в ходе продвижения по службе узнал о вакансии по своему профилю в управлении Росгвардии Нинецкого округа. Тогда, посоветовавшись с родными, принял решение о переводе и ничуть не пожалел. Теперь Леонардо и сам консультирует новобранцев о вакансиях. К нам обращаются молодые люди, прошедшие службу по призыву. Вернувшись из армии, ребят интересуют условия контрактной службы и социальные гарантии в Росгвардии. Главные требования – это возраст до 35 лет для сотрудников и до 40 лет для военнослужащих. Отсутствие судимости и грубых правонарушений. Годность по состоянию здоровья к службе на Крайнем Севере. В Нинецком автономном округе военнослужащие и сотрудники получают право на социальную пенсию после 10 календарных лет выслуги. Предусмотрена ежемесячная компенсация аренды жилья и ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно. В Наринмаре созданы условия для службы как местных жителей, так и переезжающих из других регионов. Контрактники приобретают жилье через накопительную ипотечную систему. В отличие от обычной ипотеки, платежи за них вносит государство. Также не имеющим собственного жилья в регионе ежемесячно выплачивают компенсацию найма или аренды жилого помещения. Еще один плюс службы – продовольственный паек. На самом деле я родился в республике Крым, в городе Саки. Получается, в 2000 году моя семья уехала совместно со мной, разумеется, на заработки сюда. Думали на пару лет уехать, а получается остались здесь уже и на постоянке. И вот так вот и живем. Да, я проходил срочную службу в космодроме Пельсец в 2017 году, в город Мирный. Чулся в Ненецкой аграрно-экономическом техникуме на специальности обработка водных биоресурсов. А как ты узнал о контрактной службе в Росгвардии? У меня знакомые были, вот они подсказали, что можно подписать контракт и служить после армии. Как-то такой хороший вариант был. И льгот много, и удовольствие тоже очень хорошее. То есть мне прям вообще все устраивает, все нравится. Каждый военнослужащий, сотрудник или гражданин может узнать о наличии вакансий в кадровом подразделении или строевой части территориального органа войск Национальной гвардии. В городе Наринмаре это можно сделать по телефону, который вы видите на своих экранах. К слову, претендовать на замещение должностей в Росгвардии имеют право совершеннолетние граждане России в возрасте до 35 лет. Отбор кандидатов ведут по соответствию уровню физической подготовки, состоянию здоровья, отсутствию фактов привлечения к уголовной и административной ответственности, образованию, личным и профессиональным качествам. Достаточно позвонить, прислать резюме, после чего сотрудники управления проводят собеседование с кандидатом лично или по телефону. Наталья Дуркина, Вадим Стасек, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами и до встречи в эфире. Продолжение следует...